Всем привет, с вами Надбар и вы смотрите 36 серию City Skylines. В этой серии продолжим развивать сеть общественного транспорта, продолжим развивать город и всё такое прочее. С чего я решил начать, это построить канатную дорогу к вот этому вот райончику. Она тут очень сильно напрашивалась, как раз тут я даже местечко уже присмотрел. Ну давайте начну с того, что буду её ставить. Общественный транспорт, остановка... Конечная остановка канатной дороги, и вот здесь она, по-моему, вписывается идеально, так сказать. Тут деревце, тут дорожка, тут выход одновременный к лодкам. И канатной дороги, кстати, что-то лодками совсем никто не пользуется. Или это просто не обновилась информация. Не, ну кто-то плывёт, но очень мало, надо будет эти лодки пересмотреть. Глянуть, как они вообще сейчас ходят, потому что что-то тут, по-моему, поменялось. Хм, ну ладно. Пусть дальше ходят. Не так принципиально. Да, теперь нужно придумать, где бы поставить вторую канатную дорогу. Я думаю, я её поставлю... Где-то здесь, наверное. Так, остановка конечной дороги. Ага. Значит, она здесь фиксируется. Хорошо. Ну давайте как-нибудь вот так поставим, да? И теперь нужно протянуть здесь канатную дорогу саму. Хм. Напрямую тянется? Ну, плюс-минус тянется, но нужно немножко, конечно же, опоры эти поаккуратнее поставить. Давайте здесь повыше поднимем. Вот как-то так, да? Раз. Потом между дорогами опора. А впрочем, смотрите, канатная дорога очень далеко растягивается. Давайте напротив начнём строить. Неправильная форма. Место уже занято. Угу. У канатной дороги нельзя делать резкие повороты. Например, здесь поворот резкий получается. Здесь... Не резкий, но получается, что здание захватывает. Давайте повыше поднимем тогда. Во! Во, отлично. Вот, наверное, так. Поставим опору. И попробуем поехать в ту сторону. Место уже занято. Видите, нельзя повернуть очень резко на канатной дороге. Так можно. Хм, придётся немножко по-другому, значит, строить. Это отмена. Ну и, конечно же, на канатной дороге нельзя делать разветвление. Тоже напишет, что направление неправильное. Ну, это, в принципе, очевидно. Ну, не всем, но, в принципе, очевидно. Давайте вот так возле железной дороги прям и... Стоимость строительства всё. Вроде соединилась, да? Прямо, вниз, вниз. Ну, в принципе, нормально, да? Тут вверх. Неплохо соединится всё. Теперь они будут автоматически работать. Протягивать не нужно дорогу. Вот уже первая вагонетка поехала без пассажиров, потому что им ещё не дошло, что здесь можно кататься. И ещё я думал о том, чтобы здесь запустить какой-нибудь автобус. По вот этому проспекту, кстати, здесь не нужен такой широкий. Да мне правильно написали в комментариях. Пока что здесь широкий не нужен проспект. Поэтому заменим его на вот такой с деревьями. Вот так. А вот здесь по краям тем более не нужен, так что давайте его здесь вообще на такой заменим. Чтобы пешеходы могли ходить посерединке вот этого вот, не знаю, бульвара, да? Так это называется, по-моему. Ну вот как-то так, да, больше я ничего менять не буду, но хочу запустить автобусную линию, чтобы она ходила вот так вот и через центр. Давайте попробуем это сделать. Пересадка будет с метро, с канатной дорогой и вообще прекрасно. Первая остановка, давайте сделаем её вот тут, возле прям канатной дороги. Тут развернуться автобус, наверное, не сможет. Это мы уже проходили. Вот так, а потом остановочка здесь. Угу. Остановка возле метро, конечно же. И здесь аналогично, остановка сразу за поворотом. Но здесь, конечно, прям аналогично не получится, но ладно. Так, за поворотом остановка, остановка где-то здесь. Угу. Остановка здесь, остановка за поворотом. И поехали обратно к метро. И здесь та же самая тема. Как-то так. Хм, близко остановке, да, по-моему, сильно. Но лучше здесь поставлю. Вот так, и теперь это нужно... А впрочем, я даже, наверное, не буду это в обратную сторону пускать. В этом нет никакого смысла. Или есть. Давайте подумаем. Если человек живет, например, где-нибудь в этом районе, и ему нужно уехать на работу, то ему придется, конечно же, не сладко. Давайте передвинем эту остановку сюда. Для того, чтобы если кто-то здесь жил, то он смог перебежать дорогу и сесть на автобус тут и поехать куда-то вот сюда в центр. Ну, и сесть на метро и уехать потом дальше. Так, думаем еще. Если человек живет где-то здесь, он сядет на этот, поедет. А если в обратную сторону ему надо, то, соответственно, сюда. Ну, вроде правильно, но вот что-то меня немного смущает. Давайте передвинем хотя бы сюда. А эту, соответственно, немного пораньше здесь. Вот. Вот так, мне кажется, будет более правильно. И, соответственно, здесь я тоже... А вот тут не буду уже менять, тут мне больше нравится. Тут канатная дорога, да. Тут нормально. В принципе, через центр автобусы проезжают в обе стороны, так что хорошо. И вот я вижу, что можно сделать... Да, пешеходные переходы. Ваша самая любимая часть. Или не самая любимая. Хм, наверное, сделаю, знаете, вот такой вот ход интересный. Чтобы не рушить здание. Место уже занято. А что же ты мне... Давайте отменим привязку. И будем от обратного отходить. Короче, оно в чем проблема? Ставит мне привязку вот эту дурацкую. Блин. Бульдозер еще. Из-за этого рушится здание и начинаются проблемы. Но я надеюсь, что... Если я сделаю как-то так... А пусть рушится. Пусть рушится. Сейчас я все это сделаю вот так. Угу. Ну и чисто теоретически они должны тут пройти. Теперь этот пешеходный переход нужно вывести и на эту сторону тоже. Но это тоже достаточно просто. Тут у нас есть от чего оттолкнуться. Ага, тут станция метро. Тут сложнее. Ну как сложнее? Не для нас. И здание тут стоит... А нет, тут нет как раз здания. Склон крутой еще. Стоимость строительства. А вот дом рушится, да, получается. А так ничего. Под станцией метро можно протянуть. А вот дом при этом поломается. Ну, наверное, ничего не поделаешь. Придется его поломать полностью. Там новый построится, я думаю. Тут места много осталось. Много клеток. Так что как раз все хорошо. Ух ты, сколько тут людей начало ходить, да? Это очень даже хорошо. Там бегают. Ну, там светофор есть, стоит, все в порядке. Кстати, насчет светофоров. У меня тут есть еще один очень опасный для пешеходов перекресток. Это вот этот. Им пользуется много людей, а движение тут не отрегулировано. Так что я думаю, поставлю тут обратно светофор для того, чтобы более безопасно было людям ходить в этом месте. Вот видите, какая толпа бежит. Правда, они все к метро теперь бегают. Но вот тут, например, перебегают дорогу. А таким образом им намного-намного безопасней получается. Угу. Да, как раз хорошо. Смотрим, что здесь происходит. Заехали автобусы уже. Канатной дорогой пользуются 126 человек. Это очень даже хороший результат. Надеюсь, что это также поможет сделать мне паромную остановку более рабочей. Давайте посмотрим, сколько, в принципе, пользуются мне этими паромами именно этой веткой. Что-то, мне кажется, никто не пользуется этой веткой и вообще она здесь не нужна. Да, смотрите, 8 пассажиров. А че так мало? 8 пассажиров. Ну, это несерьезно. С такими темпами можно, в принципе, убирать-то эту канатную дорогу. Ой, эту. Лодки идти убирать вообще. Ну, давайте немножко по-другому сделаем. Я уберу... Что? Ну, в принципе, это за городом, да? Так что, я думаю, особо париться не стоит. Максимум она может дойти сюда, но тут ничего нет. И сюда, но тут тоже ничего нет. Железная дорога может пострадать. Но, в принципе, я не вижу проблем. Пусть идет торнадо, заодно посмотрим. Вроде бы в этом сезоне еще не было торнадо, да? Так что, как раз хорошо получается. Да вернемся к тому перекрестку, посмотрим, как там люди ходят у нас. Ну-ка. Ну, вот так, по-моему, намного безопаснее, да? Угу. Торнадо. Ну, спасать никого не буду, потому что здесь никто не живет. Нет смысла в этом никакого. А вот этот район дальше застраивать уже, наверное, можно. Больше людей здесь, чтобы жило. Потребность уже есть в жилых зонах. Давайте вот это все разметим в жилые зоны. Как раз больше толк будет и от канатной дороги, да и вообще. Вот тут, да, это все будут жилые зоны. Тут давайте посмотрим на уровень шума. Очень шумно это здание, так что, наверное, я тут построю все-таки коммерцию. Давайте вот эту зону сделаем игровой. И я сюда сделаю потом какую-нибудь подвозку на автобусе. Угу. Где там эта районная разметка? Чуточку поменяем. Вот так. Тут еще ничего не построено, так что не страшно. Так, выравниваем по дороге разметку. Вот так. Кстати, вот непонятно, как оно размечается, с учетом дороги или с учетом все-таки клеток. Ну, я имею в виду, если, например, вот так провести, то какое будет здесь здание? То, которое к этому району относится или то, которое к этому району относится? Ну, вы поняли мою проблему. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Ну, давайте новый район размечать. Аккуратно. Черт. Короче, как-то так. Опа, торнадо начался. Вот он. Достаточно мощный. 8,8 баллов. Забавно протянулось, смотрите, район. Кстати, заметил, что игра начала следить за торнадо. Может, такое и раньше было. Но вот прям оно фиксируется на том, где сейчас торнадо находится, и следит за ним. Ну, интересного мало, потому что он, по сути, даже не зацепил, по-моему, железнодорожный мост. Просто крутится на одном месте. Так что давай, до свидания. Торнадо, ты нам не страшен. А что за... Вот так. Хм. Странно, конечно, протянулся район. Да, все, он куда-то ушел. Даже неинтересно, скажите. Вот так вот. Размечаем новый район. Тут будут игровые зоны. Полностью весь район игровых зон. Что-то там у нас по районной разметке. Это развлечение, да. Здесь. И какие там еще у нас политики были, кто-то помнит. Давайте политики. Установить здесь датчики дыма в игровой зоне. Легализацию легких наркотиков включим. Приоритет вертолетам нет. Нет, нет, это нам ничего не надо. Это не надо. Да, в принципе, тут, наверное, больше ничего и не надо такого ставить. Давайте поддержку малого бизнеса здесь включим. Тут будет малый бизнес же этих, я думаю, игровых зон. Ну, посмотрим. Мне кажется, игровые зоны тоже, они все мелкие получаются. Более чем уверен. Но я уже показывал в прошлой серии, что вся специализация, она идет все равно низкой зоной, независимо от того, какую зону мы разметим. Хоть высокую, хоть низкую. Вот так. Все, ушел торнадо куда-то в сторону. Даже не разрушил ничего. Очень так, типа, ребят, привет, вот он я. И свалил. Угу. Дождь, конечно, немного бесит, но это такое. Поскольку торнадо тут, я ничего не сделаю уже. Да, нормально, люди пользуются. Что у нас здесь по политикам? Давайте еще раз убедимся. Элитный район, молнииотводы, старый город. Давайте поподробнее почитаем, что это за политика. Могут пользоваться только местные жители и кто здесь работает. Мне в комментариях писали, что эта политика запрещает в этот район ехать туристом. Если бы это было так, то все бы здания жаловались на недостаточность посетителей. Но никто не жалуется, так что я думаю, все было в порядке. Ну, ладно, включу. Посмотрим, может быть действительно что-то изменится. И в этот район польется трафик рекой. Но я думаю, что нет. Тут, конечно, толпы людей бегают. Метро, пересадка. Многие бегут к этой станции метро, кстати. Че так много людей здесь? Вот куда вы едете все? Маршруты. Так, пешеходы у нас зелененьким отображаются. И жалко. А не, вот видно, что они хотят выйти из этой станции метро. Но подождите-ка, вы же стоите не на станции метро, вы на автобусе куда-то едете. Давайте увеличим на этой ветке количество автобусов. Тут вроде бы он не часто ходит, этот автобус. Так что можно еще спокойно увеличивать. Но, конечно, это очень странно. Тут я и так увеличил, да? Ну, давайте еще увеличим. Вот так до 12 автобусов. Колоссальное количество, ну а что поделаешь? Это не говоря уже о том, что, в принципе, они-то тут и на метро катаются от той остановки к этой. Но почему-то автобусы намного популярнее получаются. Может быть, они катаются от той остановки к этой? Это было бы странно, но, возможно, так и есть. Очень странно. Ну, пусть ездят, ладно, мне это не жалко. Что здесь? Сколько людей уже пользуются? 132 человека пользуются канатной дорогой. Сколько человек загружено? 4 из 30. Ага, ну, значит, нормально как раз получается. Мне так нравится тут текстура мокрого асфальта, она так потрясающе тут смотрится. О, новый домик построился. Да, нормально как раз. Что тут по игровым зонам? Ну, что-то строится. Я обещал им проложить какой-нибудь автобусный маршрут сюда, чтобы люди могли попадать в тот район. Ну, давайте посмотрим, что можно сделать с этим автобусным районом. Я думаю, что сделаем так. Назаревал все равно автобусный маршрут в другую сторону тут. Заодно и через центр немножко больше автобусов пустим. Я думаю, как бы здесь пустить эту автобусную дорогу. Можно здесь, конечно, пустить. Через вот эту главную. А можно пустить немножко через окраину. Но через окраину я бы не хотел. Так что давайте все-таки здесь. Первая остановка. А где-то здесь вторая остановка. И теперь здесь в обратную сторону, чтобы люди могли кататься. Здесь остановка. Здесь остановка. И поехали аналогично здесь кататься. Так. Так, слишком близко остановки. Ну ладно, будут пересаживаться, значит. И да, и здесь остановки тоже возле канатной дороги. Остановка, остановка здесь. И финальный штрих. Все здесь. Еще один автобусный маршрут есть. Он будет кататься вот так вот вокруг города. Кто захочет, пересядет. А из центра туда и так легко добраться. Тут вот есть у них тропинка как раз. Пешеходный переход, тропинка. И разошлись, они там нормально разбегутся. А вот из жилых зон развозка сюда нужна была. И как раз она даже в правильном направлении стоит. Так что все, я думаю, отлично. Давайте только перекрасим линии метро для начала и линии автобусные. Так, линия метро 1, давайте сделаем ее красной. Вот так. Потом линия метро 2, давайте сделаем ее абсолютно синий. Линия метро 3, сделаем ее темно-зеленой. Угу, такие насыщенные цвета будут. Линия метро 5, желтый. И линия метро 4, давайте фиолетовый. Вот так. Неплохие цвета. И автобусы у меня тут парочка неперекрашенных, которых я только что добавил. Так, отсортируем по названию маршрута, чтобы было видно, которое мы последнее добавили. И первый маршрут, это будет у нас... Уже и цветов не осталось, да? Давайте такой слегка желтенький, а этот слегка синенький. Вот так. Неплохие цвета. Очень даже неплохие. О, прекратился дождь. Вот это замечательно. Я думаю, сейчас этот район заживет по полной программе, тем более, когда я тут построил. А вот эти вот игровые зоны, я думаю, в них будет кататься очень и очень много людей. Хм, жилые зоны еще тут можно построить, да? А, только я смотрю, у меня тут уже коммерция стоит. Это нехорошо. Ну, надо тогда немножко жилые зоны отгородить от коммерции. Вот таким вот образом. Вот так. Совсем немного поставим здесь зон деловых, чтобы они шум закрывали от зон коммерческих. А потом будем строить уже зоны жилые дальше. Поскольку они низкой плотности, кажется, что они высокие, но они низкой плотности, то они много шума не издают, вроде бы. Хотя нет, прилично, но это, по-моему, от вот этого здания много шума. От игровых же зон очень много шума. Так что такое? Что здесь по лодкам? Я собирался немножко тут перестроить. Я хотел убрать вот эту вот паромную остановку. Она здесь не нужна. Пешеходный переход здесь тоже не нужен. Впрочем, нет, он здесь нужен, но он здесь нужен не так. Его бы здесь протянуть как-нибудь к вот этой вот остановке. Только вот как? Место занято, склон слишком крутой. Просто склон слишком крутой. Давайте от обратного пойдем. Вижу, что снесется здание, но там потом новое построится. Вот так я хочу сделать. Ну, думаю, нормально, как-нибудь пройдут. Такой у них выход здесь, прямо от остановки к остановке. Сойдет. А здесь у меня что? Пусто, да? Давайте, может, деревья немножко посадим. Так, сажаем деревья. Кисть побольше. И вот здесь вот в этих промежуточках можно немножко просаживать деревья. Лишним это точно не будет. Здесь можно. Ну, здесь и так у меня много, конечно. Так, вот тут. Это все будет в деревьях. Это хорошо, когда город зеленый. Точно, остановку нужно убрать. Здесь они абсолютно ни к чему, эти остановки паромные. Они не работали. Так, одну я убрал. Вторую убрал. Все. Теперь, получается, есть вот эта остановка. Есть остановка возле аэропорта. И потом уже оно уходит куда-то там в центральный город. Думаю, нормально будет. Здесь можно деревья еще посадить, смотрю. Так, сажаем, сажаем, сажаем. Вот так. Там можно... Да, в принципе, везде можно, да? А нет, здесь возле аэропорта нельзя. Все ругаются то, что нельзя возле аэропорта сажать деревья. Угу. Во, вот это то, чего я боялся. Получается, в чем проблема? Очень много людей хочет на этой развязке повернуть в тот район. Ну, как проблема? Это на самом деле не то, чтобы прям проблема. Но тут из-за светофора может создаваться пробочка такая аж к... Аж на трассу. И вот это неприятно. Давайте последим немножко, что тут происходит. Вот они выровнялись абсолютно одинаково и начинают ехать. Угу. Наверное, я все-таки немножко тут поменяю сейчас движение. Так, стрелки. Проблема в том, что они друг другу мешают. Значит, здесь только... Вот так, да? Блин. Вот так, короче. Правильно же, это что-то я ничего не понимаю. Так, вот эти заедут так, эти так повернут. Да, вроде бы нормально. Посмотрим сейчас, что с этого выйдет. Я надеюсь, что эта пробка немножко сейчас рассосется. Начали перестраиваться. Это проблема, но трафик я не буду удалять. Я знаю, что есть кнопка удаления трафика. Но я ей не буду пользоваться. Пусть как-нибудь сами. Временно давайте удалим здесь светофор, просто чтобы они разъехались, а там потом будет видно. Вот так. Мне важно, чтобы сейчас тут пробка на трассе рассосалась, иначе там совсем задница будет. Пропустить, пропустить, пропустите. Интересно, где светофор дольше горит, на этой трассе или на этой? Ну, едьте же, нет никого уже. Давайте. Это, конечно, прям как у нас. Ситуация. Я так понимаю, что большинству все-таки в тот район ехать, из-за этого создается такая проблема. Ха, у меня есть идея, как ее можно решить на самом-то деле. Расширим тут дорогу. Да, нестандартное для меня решение, скажем так. Даже очень нестандартное. Ну, а что делать? Вот так подвинем чуточку. И сейчас я покажу, что я задумал такого. Значит, берем вот эту вот вещь. И теперь разрешаем поворот налево. Сразу из двух полос. Вот так. Проезда прямо тут нет, а направо только из одной. Вот, таким образом мы добьемся того, что у нас больше трафика будет поворачивать все-таки налево, как мы и хотим. А здесь все пусть едут направо так, как и хотят. Вот. Я думаю, что скоро я смогу уже включить тот светофор. И будет как раз хорошо. Здесь нормально все. Но сейчас последим еще немножко и увидим. Вот, все, вроде бы рассосались. И сейчас я обратно тут верну светофор. Все, едьте, 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 едьте. А то будет поздновато ехать. Надо, чтобы еще вот эти разъехались тоже. То не ждали, пока эти проедут. Давайте, давайте, я в вас верю. Все друг друга пропускают? Такие вежливые, а? Все, ставлю вам тот светофор. И стойте теперь. Надеюсь, что вот это поможет. Но это должно помочь. Это кажется очень правильным решением. Вот они рассовываются сразу в две полосы. Тем, кому надо вот сюда налево повернуть. И потом они в два раза быстрее, получается, и разъедутся. Надеюсь, что они не дураки. И повернут сейчас тоже в разные полосы. Отлично. Отлично, да. Именно так, как я и хотел. Короче, сейчас разъедутся, я в этом уверен. Давайте еще вот тут уберем временно тоже. Ну, а что делать? Тяжелые времена требуют сложных мер. Нет. Сложные времена требуют... Как там эта фраза говорится, я забыл. Но неважно. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так? Ну, надеюсь, что так. Да, движуха тут, конечно, не слабая. Можно тут, знаете, что расширить до движения трехполосного тоже вот эту дорогу. И чтобы налево поворачивал один ряд, а прямо проезжало два. Таким образом мы тоже сможем разгрузить и очень даже не слабо разгрузить. Ну, вроде нормально, да? Все, там разъехались, отлично. Включаем тут обратно тоже светофор. Вот так. И смотрим, что получится. Не хочется следить за одним местом, конечно, полсерии, но как бы это важно, игра-то об этом, по сути. А у регулирования транспорта, ну, вроде бы все. Смотреть тут больше не на что. Давайте сейчас посмотрим, как вот эти ребята все разъедутся. Вот как раз тут такой первый разъезд светофорный. Надо, чтобы вот эта машина красная успела повернуть. Автосохранение идет. Есть все успело, значит, все в порядке. Глянем, что у нас тут получилось по этим новым автобусным линиям. Но нескольким... Вот они. Пассажиры 117 и пассажиры 37. Ну, маловато пассажиров на одной из веток. А вот вторую я бы хотел подробнее посмотреть. Вот эту желтенькую. Что у нас по ней на остановках? Очень много людей ждет здесь. Это они хотят куда-то разъехаться от станции метро. Хм. Кхм. От станции метро. Причем именно в сторону куда-то туда. Интересно, куда они хотят? Давайте посмотрим также на синюю ветку. Может, тут тоже есть, где много людей нет. Ничего тут нет. Но это ожидаемо, конечно, что возле метро много людей будет. Но как-то странно. Причем в районе-то в этом особо некуда ехать. Давайте увеличим до 8 количества автобусов. Думаю, ничего страшного не будет. И посмотрим, что с этого выйдет. Потому что я, честно говоря, не могу понять, куда все эти люди хотят доехать. Я бы мог, конечно, посмотреть вот таким вот образом каждого из них. Но почему-то оно не отображается. Мне показано только, что он на автобус садится и все. Но автобус я и так знаю, куда он едет. Вот. К следующей остановке. Это, конечно, немножко недоработка игры, потому что непонятно, куда двигаются люди, которые стоят на остановке пешеходной. А это ведь, по сути, самое главное, самое интересное. Вагончик в тебе кто-то есть? Три пассажира. Ну, немного, но, по крайней мере, 302 пассажира – это достаточно неплохо. Тут вообще, по-моему, никто не пользуется этими паромами. Надо их убирать вообще, они тут не нужны. Жалко, очень и очень странно, что никто не пользуется. Хорошее ведь место. Ну, как бы там странно не было, я думаю, значит, что буду заканчивать эту серию. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, пишите свои идеи, комментарии, и увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...